что такое шатер царя давида говорят что царь давид когда пока не было храма только здесь царь шламу построил храм на горе мурья а здесь на артен был шатер царя давида в котором находился арона кодыш и когда находилась скрижали завет все время пока царь давид был царем вот здесь написано хейхаль давида мэнер да шатер давида в этом районе находился шатер которым был царь давид сдержал здесь скрижали завета и ковчег за это вот так тоже святое место здесь чтобы знали что самый первый музей он когда музей катастрофы был открыт именно здесь на сионской горе вот здесь он до сих пор существует яд вашем был открыт намного позже а здесь именно в этом месте это было первое место на горе цион на котором открыли памяти жертвам катастрофы те люди которые здесь сюда приехали поэтому здесь есть ищеват кусок еще во рассеяние рассеянных привыкли сюда и и возглавляет рамор дыха иголочный человек который здесь принципе у иерушалами считается и самых заслуженных бойцов за иерусалимы с одной стороны воевал за иерушалаем а с другой стороны устраивает здесь поэтому многие считают что мы уже говорили царь давид напротив его могила здесь и все царь давид был великолепным военачальником и многие в наше время это ставят в противоречие с тем что люди учатся виши нужно прекрасно понимать что человек который учится виши если он принимает власть лишнего он может быть прекрасным бойцом человек который думает что прекрасный боец и приписывает это своей гордыне силе и так далее то совершенно вполне возможно что всевышний не даст ему ту помощь которая всегда нужна в проведении войны которая всегда нужна бойцам поэтому когда мы видим что всевышний помогает всегда понимать что это такой кредит да свыше не как бы дает нам это авансы не должны понимать что если мы будем отдавать это всевышний обратно тогда у нас есть возможность получить этот всевышний мы будем понимать что этот приходит всевышнего когда все с ним даст нам это возможность и не дай бог если будет наоборот они идут среди на могилу царя давида арабе знаете как объясняет почему нужно хорошо себя вести потому что хорошо себя вести это освещение имени всевышнего здесь проходит трапеза каждый муцей шаббат каждый муцей шаббат на исходе субботы здесь проходит трапеза в честь царя давида называется сюда ровень почему сюда ровень никогда не знал почему четвертая трапеза она всегда называется трапеза царя давида вот я недавно готовился к этому поездки сюда на могилу царя давида и прочитал что это все правильно всевышний открыл царя давида на его вопрос когда я умру сказал ему всевышний в шаббат и царь давид всегда по шаббатам учился без перерыва чтобы как написано что ангел смерти не власть у человека который занимается торы царь давид без перерыва весь шаббат занимался торы муцей шаббат после субботы всегда строил трапезу радостную почему потому что он понял что он будет жить еще одну неделю и вот в честь царя давида здесь устраивают трапезу каждому цива я раньше всегда думал что трапеза на четвертая трапеза она связана с чем написано же в геморре что именно тот и бушит эту трапезу у него он сможет встать при воскрешении из мертвых потому что косточка луз которая находится предположительно в шейном позвонке она питается только в эту трапезу и только из этой косточки люди станут от во время воскрешения мертвых это единственная косточка которая сохраняется при разложении тела и костей это мороз косточка луза она остается так вот я всегда понимал что это трапеза она как бы это трапеза поскольку первые три трапезы шаббат это символизирует мировую историю а последняя трапеза символизирует радость по поводу того что прихода машина на самом деле получается что эти две вещи они связаны царь давид устраивал ту трапезу и по идее она является вот этим вот трапезы которая считается трапезы как из-за которой восстанавливается тело он во время воскрешения измерт все больше